Привет, я Стив Келли, старший пастор церкви Волна, Вирджиния-Бич, штат Западная Вирджиния. Как всегда, хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня с этой программой в свою гостиную, номер отеля, домой или в какое-то другое место. Я уверен, что вам понравится сегодняшнее послание, и с церкви Волна мы проговорим сегодня слово в вашу жизнь. Готовьтесь, это слово изменит вашу жизнь. Вы удивитесь тому, как Божие Слово может помочь вам в повседневной жизни. Я почти 20 лет в браке, юбилей у нас будет весной, но для меня это мало что значит, это всего лишь очередная зарубка. У нас три мальчика, 13 лет, 8 и 11. Четвертому, не помню сколько. В семье есть проблемы, испытания. Семья знает тебя с лучшей стороны, и слабые стороны знает, и она создает испытания. Хочется гармоничных отношений, белые рубахи, фото на пляжу. Тишь да гладь да Божья благодать. Семейная идиллия. Но вот я порой кричу. В просьбе. Не кричи на моих детей. Есть ирония. Сидишь и орешь на них, потом жена, хорош. Это тебе хорош на них орать. Но ты продолжаешь орать глотку. На планшете трещины. Дети постарались. Поэтому прячьте приборы. Что? Как так? Я столько денег отдал. Ползает мысль. Родственники хвостопада опять вселились. Они с придурью. Они всегда против тебя. Или, сынуля, ты сегодня большой транжиром. Мой малой Джоэл бросает. Мне нужна кожа. Кожа? Что еще за кожа такая? Элемент для виртуального героя. Пап, недорого, но вид потрясный. Срок истечет через два дня. Мне новая нужна. Нет, это деньги, мусорное ведро. Получает он подарочную карту на днюху, является ко мне с позаранку и говорит «Прости, пап, зайду позже. На следующие сутки после дня рождения. Карта при мне. Я готов промотать деньги». А я такой «Ты сейчас меня, как отца, опозорил». «Мы не справились. Что-то пора менять». Конфликты бывают, и семью не выбирают. Брата не выберешь, сестру тоже. Семьи не выбирают, там рождаются. Конфликты могут вырасти в продолжительную ссору. Люди смотрят друг на друга, вулкан эмоций, страстей, разные мысли и чувства. «Мой отец, мой лучший друг, кто-то не знает своего отца. Скажу «мама». Это отзовется песенкой. «Мама, прости меня». В том году она умерла, присоединилась к святым. Правда, этого не видно, а тебя плитой придавило горе. Твои братья. В душе много переживаний. Едва заслышишь родные имена, вспыхивают любовь или злоба. Двоюродный на дороге. Одно слово «чудила». Родня. Знает тебя, как облупленного. Твои слабые стороны им знакомы. Не решаешь проблемы. Они с тобой по жизни. Они формируют твое представление о Боге и о людях. Решай проблемы. И раньше люди враждовали, да? С 19 века. Хэтфилд и Маккои, синоним клановой вражды. Если убьешь врага, то выживешь. А все началось с украденной свиньи. Вражда начинается с пустяков. В одной потасовке они убили 12 душ. Одни жили в западной Вирджинии, вторые в Кентукки. Была и любовь между парнем и девушкой. Из вражьих кланов похищение сына Хэтфилдов. Дочь просила вернуть дитя. Вернули, а любимый возьми и кинь ее. Их разборки дошли до Верховного Суда. Это продолжалось десятилетия. 40 лет назад они прекратили вражду, заплатили деньги и вернули свинью. Настоящую свинью отдали. В прошлом веке братья Даслер открыли фабрику спортивной обуви. В Германии Карпелли над разработкой новой спортивной обуви для Олимпийских игр 1936 года. Через Олимпиаду Гитлер хотел показать превосходство арийцев над евреями и афроамериканцами. Однако по промыслу Бога в обуви Даслеров выступал афроамериканец. Оуэнс выиграл четыре золотых медали и стал чемпионом Олимпиады. Расисты хотели прославиться, но Бог сделал так, что среди этой вражды прославился Господь. Продажи обуви увеличились, ведь в них выступал Оуэнс выиграл четыре медали. Наступил звездный час Даслеров, но братья и их жены не могли поладить. Все жили на вилле. Опять же, выбор за нами. Зачем жить в одном доме с теми, кто тебе не нравится? Ничего не выйдет. Война. Рудольф с женой в убежище. Туда спускается Адольф. Рудольф говорит, опять эти грязные типы здесь. Он имел в виду бомбы союзников. Рудольф говорит об этом с женой. Разрыв отношений. Рудольф основал свою фирму по производству обуви. Две фирмы конкурента в одном городе. Горожан судят по башмакам от Адольфа или Рудольфа. Адольф назвал компанию свою честь. Нам она известна как Адидас или Дидас. Компания Рудольфа называется Пума. Крупнейшие фирмы возникли из-за семейной вражды, из-за неправильно понятой фразы в убежище. Как противоборствуют сейчас Куин, Би, Джей, Зи. Бьонсе поет скорее, он Бекке позвонит, у той прическа классная. Джей, Зи дал ответ в виде песни «Семейные перепалки». Это мирская культура. И это другие стандарты. Смотрите в Библию. Каин и Авель. Семейная ссора. Убийство, побег. Ной спасает мир, выпил вина, ногой в шатре, проклинает хам, лот, дочери кровосмешение. Иаков ворует первородство, живет у чудака Лавана, женится на двух дамах и отрабатывает их 15 лет, хотя хотел жениться только на одной. Саул так ненавидел Давида, что настроил против себя Иоаннафана. А Виссалом пошел на отца, началась гражданская война. У Соломона было столько жен. Ссоры тоже были. Не знаю, как остался он мудрейшим, не понимаю. Иисуса родители оставили в храме. У нас хорошая компания, ведь общая у нас это конфликты. Можно встретиться друг с другом и решить все проблемы. Не допусти, чтобы ссоры стали враждой. Встань за добро, погаси вражду. Один раз состоялось общение в мессенджере между моей женой и между умною. Январь 2016 года. Улица 8 градусов тепла. Я забираю детей. Жена на девичнике для невесты. Дети со мной. Я ищу компьютер. мы хотим найти фотографии. Тысячи семейных фото. Все лежит в облаке. Она мне пишет «Ищи там». Сцена начинается с моего сообщения. «Где компьютер?» «В рюкзаке Райана?» «Где компьютер?» «Алло?» Призыв «Алло» периодически мелькает в течение пяти минут. Почему ты не ответила мне? Мне, стоя в душе, пришлось звонить кому-то, чтобы она заглянула в телефон. Просто ужас. Я был на лидерском семинаре. Напиши. «Где ноутбук?» «В рюкзаке Райана?» «Так долго я еще не ждал твоего ответа. Алло». «У меня нет компьютера. Ты взял из дома и оставил его на работе». «Нет, не брал». «Рюкзак Райана над черными тарелками. Он лежал в коридоре и ты не отдал его мне, ведь я возилась с детьми». «Что такое девятнадцать лет в браке? Парни не умеют находить вещи». «Вот что она имела в виду». «Честное слово, ты не дал его мне». «Я не слышала звонок телефона». «Он был в сумочке, а я в другой комнате». «Конфликт растет, увеличивается. Когда мы обобщаем, ты никогда не берешь трубку вовремя». «Так вот она все еще молчит, а она...» «Честное слово, у меня не было компа. Все, связь нарушилась. Забудьте о компе. Я же должен доказать, что я хоть как-то прав. Где вчера спали дети? На втором этаже. Комп в машине? Я же вручил комп тебе, чтобы забрать домой. Помню, как тебе его отдал. Может, и вернула, но я отдал его, когда ты говорила с Джейми. Как начал мягкое стилить. Сделал ей грошовую скидку. Может быть. Я не прав. На самом деле, я не прав. Но может быть. Может быть. Сяду в авто, проверю. Если нет, комп потерялся. В кабинете нет. Я не брал домой. В твоей машине нет, и в моей тоже. Я не могу найти. На работе искал. Я еду из церкви после лидерского тренинга, чувствую себя уверенно после разговора, и тут до меня доходит церковный охранник. Он даст видеозапись камеры наблюдения. через 20 минут. Дуэйн, сбитый с толку моим прибытием, внял моей просьбе. Я начал изучать то, что камера зафиксировала в коридоре, когда я был с детьми. И вот что я нашел. Я сфотографировал этот кадр. Наступил переломный момент. Попалась. И вот ее ответ. Я запомнил этот ответ. Точно ты была в коридоре вечером. Знаешь, что делала ты там? Там была куртка и сумочка. Я их держу. Ноутбук был со мной? Смотри, я сейчас помогу. Ты думаешь, что все так? Я увеличиваю фотографию и отправляю ей. Просто помогаю. Не только куртка в руках. Ты прав. Видимо, я взяла его перед отъездом. Его там нет, где забрала Уилла и Джо. Где мой комп? Проблема не решена. Я доказал. Я прав. Зацикливаясь на своей правоте и не решая проблемы, мы упускаем суть. Не в игровой зоне. Ты сказала, он наверху. Он был в игровой? Ты прав. Он не в игровой, откуда я забрала Уилла и Джо. Они наверху не были. Что ты сделала? Опять искать. Снова еду в церковь. Тебе повезло. Повезло тебе. Почему? Нашел компьютер? Пожалуйста, пожалуйста. Ты нашел компьютер? Пожалуйста. Пожалуйста, Иисус. Ты зашла в игровую, потом вышла без него. Уборщица не видела. Посмотрел на кухню, кабинет центра был закрыт, у меня нет ключей, комп был на столике. Тебе повезло, я поступил мудро и по видео доказал, что прав. Я понимаю вас, я поганец. Но я же признался, что я поганец. А вот как мы делаем. Ведем себя как дети и теряем мудрость, судим человека и враждуем с ним. Бог не учил нас судиться. Стремись к праведности, к честности. Вот это да! Ты серьезно? Мне приехать в церковь и забрать его? Комп у меня. Да, я серьезно. В церковь не приезжай. Хорошо, я уезжаю. Тебе что-нибудь купить? Шоколадный торт? Печенек? Робкий шаг к примирению. Через торт. Нет, я думал, ты поедешь с Лизой. Может быть, я все-таки проверю? Мне очень и очень жаль, что я это сделала. Это моя вина. Поверить не могу, что я ушла с игровой, без компьютера. Да, теперь я знаю, что оставила его на скамейке. Прости, пожалуйста, никогда не поступлю так с твоим ноутбуком. Скажи, ты еще любишь меня? Может быть, прокатимся? Спасибо, похлопайте. Брэндон, спасибо за роль невиновного. У меня очень хорошая жена. Вот как делаем. Не получаем желаемое. Откуда у вас вражды? И распри. Не от вожделений ли ваших? Повод вражды наши несбывшиеся желания. Мы помешаны на себе. Вражды нет, когда стараешься не о своем, а о нашем. а что такое наше? Вы супруга, вы дети, вы коллега. Нужно стараться о нашем, а не о своем. Мы это забота о многих. Я это эгоизм и контроль. Я взял контроль в свои руки в этой истории, дабы доказать, что я прав. Мне следовало занять сторону жены. Она на празднике, а для меня на первом месте компьютер. Ей зачем с ним разбираться? Сняв ответственность себя, ближнего, виним. Здравое понимание это когда на первом месте главные ценности, а ты своими интересами жертвуешь. Приобретай мудрость и разум. Не оставляй ее и сохранит себя. Люби и будет оберегать. Главная мудрость, приобретай ее, всем имением покупай разумение. Если посчитаем во что обойдется нам мудрость, то нашей прибылью будет понимание, которое получим проходя через разные ситуации. Мы это поиск понимания. Я эгоизм и контроль. Мы это крепкие отношения. Я это победа плоти. Я выиграл. Да, но твой триумф гроша ломаного не стоит. Дешевая победа. Почувствовал себя хорошо, найдя фото с компом. Спору нет. Молодец, молодец, я люблю тебя, дорогой. Ведь в отношении нас семья это самые уязвимые люди. И тут ссоры, вражда длится годами, родные сестры молчат 20 лет, а оказалось, что поводом для вражды был сущий пустяк, мы уязвимы для близких, ведь они семья. Чтобы любить и прощать, сприми наказание. Никому наказание не нравится, ведь оно причиняет боль, а потом наученным через него производит жатву праведности и мира. «Я оставляю покой, потому что задели мои права». Так теряем мир в доме. «Мы» избавляет от напряжения. «Я» увеличивает его. Во время напряжения Лидия играла роль миротворца, хотя имела право отразить мои нападки. Порой конфликт нарастает не из-за его зачинщика, а из-за отвечающей стороны. «Где мой компьютер?» «Кто еще может подевать его так, как ты?» Честное слово, я его не брала. Тут чувствуются искры. Лидия вела беседу примирительным тоном. «Я не спорю с тобой об этом. Я хотел победить, она нет. Это не интересовало ее, и она не злилась. Ты в сторонке, тебе все равно, кто выиграет. А я решил победить во что бы то ни стало. Проблема это не разные взгляды, а незрелость. Мы становимся как малые дети. Превращаемся в дикарей. Теперь я пуп из земли, и прав только я. А кто будет искать примирение? Вам нужно искать примирение. Вы согласны? Надеюсь, вам понравилось это послание. Уверен, что Бог желает говорить к вам прямо и без посредников. У Бога есть план и цель для вашей жизни. И самое важное, что должен сделать каждый человек, это наладить личные отношения с Иисусом Христом, как со своим Господом и спасителем. Библия говорит, что Он друг, который ближе брата. Нет ничего лучше, чем поддержка семьи. Согласно Библии, Иисус ваш друг, который ближе, чем брат. Если вы никогда не приглашали Иисуса в свою жизнь, или же вы не уверены в том, делали вы это раньше или нет, или же если вы не живете для Бога так, как раньше, и хотите восстановить свои отношения с Богом, то я хочу предложить вам помолиться. Просто скажите, дорогой Иисус, войди в мою жизнь и прости все мои грехи. Я принимаю тебя как моего Господа и Спасителя. Я верю сердцем и исповедую устами, что я христианин и мои грехи прощены. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Если вы произнесли эту молитву, то я хочу вас поздравить. Это очень важная молитва, когда вы признали свою нужду в Спасителя. Также я хочу помочь вам возрастать в Иисусе. Пишите нам, сообщите, что молились вместе со мной. Наш адрес вы видите сейчас на экране. Свяжитесь с нами и мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы помочь вашему духовному росту. Если у вас нет хорошей церкви, то мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам найти хорошую и здоровую церковь. Я также приглашаю вас Вирджиния Бич в Церковь Волна, если вы живете в этом регионе. Мы с радостью приглашаем вас в Церковь Волна в следующее воскресенье. Мы растущая церковь, любящая Бога, жизнь и людей. У нас есть несколько кампусов, расположенных по всему Хэмптону. Чтобы узнать о местонахождении кампусов и часах служения, заходите на наш сайт.